здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня приступим солить у таких тут хорисков это засолка от именно для хорисков солите мы будем целиком прям целиком как она есть там с икрой с кишками очень жирный вкусный получается вот она разморозилась он там еще лед есть я покажу по будем солить вот рыбка вот видите вот здесь вот здесь средние плавники его вот так вот делаем от среднем половинка вот сюда небольшой разрез не вот здесь вот где-то вот здесь вот здесь у него желчь так что чтобы не поранить не порезать его а именно здесь делаем надрез это что делается чтоб соль тоже вот сюда заходила и быстрее все просаливалась вот такие вот вот такой вот надрезик делаем вот здесь ну и укладывал посолочную тару спинкой вниз поехали уложили в контейнер до ток два контейнера один контейнер с отверстиями а второй контейнер целый так сказать колодкой засаливать будем чтоб рыба в тузлуке не лежала который сок будет выделяться чтоб она не лежала чтоб только соль срабатывала и все берем посолочную смесь и слегка вот так вот присыпаем всего харюза посолочная смесь 70 на 30 70 процентов сахара ой 70 процентов соли 30 процентов сахара все и укладываю следующий ряд такого состояния так сказать в колодке рыба будет солиться ровно сутки при температуре 10-15 градусов за сутки вот эта вся соль растворится с сахаром она все уйдет во второй контейнер и рыбка будет малосольная но это относится именно только к хариусу хариус предварительно был выморожен но сейчас зима по-любому будет вымороженный если его под пресс ставить так как чебака плотва столить там сутки большом количеством соли солится потом сутки под прессом потом сутки без пресса то соответственно с него получится каша у него мясо очень нежное и поэтому без как без всякого пресса без ничего так засаливается если конечно был быть чебак там или даже выморожен чебак его надо ему просаливать хорошо потом вымачивать ложного мяса такое у него плотное чебаками до плотва ну другая мелкая рыба а вот именно от хариус лососевая вот так вот сутки он эти уже влага начала выделяться буквально только соли засыпал процесс пошел засолки все вот так вот на сутки оставляем без всякого пресса без ничего сутки он будет просаливаться такой же посол можно использовать для любой другой мелкой лососевой рыбы мелкая рыба если целиком засаливать вот хариус там сик мелкий ленки мелкие мелкая рыба именно лососевых рыб семейства лососевых вот прошли сутки видите хорюзок просолился сейчас мы лишнюю соль все это уберем она не нужна больше и будем вешать на вялку хорюсков вот так вот рыбку насаживаем на шампур и отправляем сушила вялочный шкаф так как рыбка целиком вешаем ее за хвост я именно что она целая не порота вешаем за хвост так чтобы вся горечь если там желчь лопнул или что вышло через голову когда она будет вялиться чтоб она не было горькая рыбка вообще всю не поротую рыбу если вялиться то вешается за хвост вот так хорюзок сейчас будет вялиться вялиться он будет течение суток вот этот вот соли если осталось там чуть-чуть ничего страшного рыбу не промываем не моем лучше очищаем соль чтобы ее не напитать влагой снова вот этот соль что-то осталось там маленькой кристаллики ничего страшного сейчас во время обдувки она вся слетит во время вялки под вентилятором и все вялиться она будет сутки с периодичностью 3 часа будет обдувать и при температуре 20-25 градусов но час отдыха будет потом 3 часа обдув и так в течение суток вот прошли сутки хорюзки подвялились вялились например при температуре не более 25 градусов вот они подвялены все сейчас пойдем по коптим холодным копчением коптить будем в электростатической коптильне москит хорюзки в коптильне коптить буду на олехе сто процентов олеха один час температура копчения 25-28 градусов все как обычно проверяем все на замкнутость чтоб нигде ничего не искрило все все ровно работает нигде ничего не искрит нигде ничего не трещит поехали коптить но все прошел час выключаем я маленько подождал минут пять чтобы дым вышел вышел не вышла глянь ну еще дымок есть вот хорюзок вот такой-то золотой получился сейчас мы его обдуем еще завиальным еще часов 6 где-то в течение 6 часов был его под обдувать ну и все и потом попробую вот так вот мы еще тот часов 6 обдуем ну три часа обдуем чтобы они еще хорошо подвялились к коптильне сейчас маленько отсырели сейчас мы их еще подвялим ну и все ну вот они чебачки готовы которые мы коптили целиком они жирные жир вытекает голову убираем ну и чистим его посмотрите сколько жира вот мяско у него а прям жирное очень вкусное малосольное очень вкусное мясо у хорюза байкальскому омлю ничем не уступает даже по каким-то параметрам превосходит его всем приятного аппетита и до скорых встреч всем приятного аппетита